Знаете ли вы, что на пляже можно обнаружить не только песок и всякий мусор, но и настоящего монстра, происхождение которого неизвестно? А если повезет, то прогуливаясь по берегу, вы можете наткнуться на целую тонну чипсов? Не верите? Тогда смотрите сами! В этой подборке я собрал для вас самые странные и необычные вещи, которые когда-либо были найдены на пляже. Вы многому удивитесь! Доритас В 2006 году серьезный шторм у берегов Северной Каролины чуть не перевернул грузовой танкер. К счастью, экипаж отделался легким испугом, однако совсем избежать проблем не получилось. В океан смыло один из контейнеров. Как стало ясно позже, он был набит чипсами Доритас. Тысячи пачек оказались в воде в радиусе нескольких сотен метров и на следующий день их прибило к берегу на один из местных пляжей. Представьте, как удивились и одновременно обрадовались люди, обнаружив на пляже столько чипсов. В СМИ начали говорить о том, что никакого смыва контейнера в воду не было и что на самом деле разбросанные на пляже пачки есть не что иное, как рекламная акция, но эта версия была опровергнута. Местные жители отнеслись к такой необычной аварии достаточно ответственно. Они не стали тут же набрасываться на чипсы и расхватывать все пакеты, которые видели в своем поле зрения. Понимая, что пляжу был нанесен достаточно серьезный экологический ущерб, они помогли работникам прибраться на берегу. Десятки людей прочесали пляж, собрали съедобный мусор, а в качестве награды получили бесплатную закуску. Послание В 2018 году, гуляя по пляжу на западе Австралии, Тоня Иллман нашла на берегу бутылку. На многих пляжах по всему миру валяется целая куча стеклянных бутылок, так что в этом нет ничего особенного. Но Тоня решила рассмотреть ее поближе, и это стало очень правильным решением. Внутри она обнаружила нечто, что напоминало ей завернутую сигарету. Взяв бутылку с собой и придя домой, она поставила находку в духовку на пять минут, чтобы бумажка просохла. Достав бумажку, Илман увидела размытые надписи на немецком языке, дату 12 июня 1886 год, а также название корабля – Паула. На обратной стороне записки была напечатана инструкция, в которой нашедшего просили связаться с консульством Германии. Помимо этого, там были записаны координаты, название корабля и имя капитана, а также порты отправления и прибытия. Тоня отнесла находку ученым, и та их ошарашила. Как оказалось, бутылка с запиской была брошена в воду еще в далеком 1886 году с борта Паулы во время ее следования по маршруту Карди в Индонезию. Члены экипажа Паулы выбросили за борт тысячи бутылок с посланиями. Это было частью эксперимента военно-морской обсерватории Германии. С тех пор удалось найти более 600 записок, но без бутылок. Тоня же не только нашла бутылку с запиской. Как выяснилось, она нашла самое старое послание в бутылке в истории, дошедшее до адресата. В следующий раз, когда пойдете на пляж, поизучайте выброшенные на берег бутылки. Кто знает, может вы найдете что-нибудь еще более древнее и интересное. Гигантское глазное яблоко Порой на пляжах можно наткнуться не только на вкусности и древние послания, но и на настоящую жуть. В 2012 году местный житель Флориды Джино Коваччи совершал пробежку по пляжу Помпана Бич и наткнулся на берегу на огромное глазное яблоко размером с грейпфрут. Джино заметил глаз на полосе прилива и сначала просто пнул его ногой, но приглядевшись, понял, что этого не стоило делать, ведь не каждый день натыкаешься на такую находку. По словам Джино, это было самое большое глазное яблоко из всех, что он когда-либо видел. Он отнес его домой, положил в холодильник и связался с полицией. В итоге к Джино приехали члены комиссии сохранения рыбы и дикой природы, которые забрали глаз и отвезли его в научно-исследовательский институт. Как оказалось, находкой был глаз крупного меченоса. Вообще, во Флориде периодически обнаруживаются глазные яблоки крупных морских обитателей, ведь воды этого американского штата изобилуют всеми возможными большими рыбами, но находка Джино поразила даже многих опытных исследователей. Гигантское глазное яблоко – находка интересная, необычная и в то же время жуткая. Но куда более жутко обнаружить на пляже какое-нибудь неведомое создание, наподобие такого. Пока я составлял этот выпуск, то наткнулся на эту картинку. Как вы думаете, действительно ли на одном из азиатских пляжей была обнаружена такая русалка? Или это фейк? Напишите свои мысли в комментариях, но хочу предупредить. Не будьте предвзяты. На пляжах иногда действительно обнаруживаются очень странные создания, над которыми ученые ломают головы. Смотрите дальше, и совсем скоро вы увидите одно из таких загадочных созданий, а также узнаете тайну странных блоков, которые находят на многих пляжах Европы, и увидите буй, который оказался совсем не буем. Монтакский монстр В 2008 году на пляже в деловом районе Монтак, что в Нью-Йорке, было обнаружено загадочное существо. К берегу прибило бездыханное создание очень странного вида, которое в народе окрестили монтакским монстром. В сети тут же начали появляться фото загадочного существа, а пользователи стали выдвигать свои версии насчет того, кем оно могло быть. Многие юзеры написали, что монтакским монстром создание окрестили не зря, потому что оно не похоже ни на одно животное в мире и вполне может быть неведомым науке существом. Ученые также подключились к спорам и начали анализировать находку. Одни исследователи говорили, что монстром могла быть овца, другие ратовали за версию о еноте, а третьи утверждали, что на пляж вынесло черепаху. Палеозаолог Даррен Наиш выступал за вторую версию. Изучив единственную имеющуюся фотографию, на основании формы зубов и передних лап, он пришел к выводу, что существо является телом енота, а его странный внешний вид объясняется разложением и действием воды, из-за чего туша лишилась почти всей шерсти и части плоти. Версия вполне логичная, но с ней все равно не согласны многие теоретики и даже исследователи. Да и что-то доказать уже вряд ли получится, потому что неизвестно, что в дальнейшем случилось с этой тушей, больше ее никто не видел. А как думаете вы, кем могло быть это создание? Каким-нибудь утонувшим животным, неизвестным видом или настоящим монстром, который не смог выбраться на берег живым? Поделитесь своими версиями в комментариях. Таинственные блоки Начиная с 2012 года, жители Великобритании стали находить на разных пляжах страны загадочные квадратные резиновые блоки с выбитым на них странным словом «джипитир». Как позже выяснилось, такие же блоки появились не только на берегах Великобритании, но и на пляжах Испании, Франции, Нидерландов, Германии, Норвегии, Швеции и Дании. Что это за блоки и почему их находят именно на пляжах? Долгое время ответа на этот вопрос не было, и, возможно, он не появился бы, если бы не упорство Трейси Уильямс. В 2012 году она заметила мистический квадрат неподалеку от своего дома и решила докопаться до истины. Женщина изучала историю кораблекрушений и предположила, что блоки могли находиться на Титанике. Легендарный лайнер действительно перевозил тюки с резиной, но этого факта было мало. Помощь пришла со стороны. Несколько людей связались с Трейси и рассказали о спасательной компании, вывозившей груз с японского лайнера Миядзяки Мару. Он затонул в Атлантическом океане еще во время Первой мировой войны и вез блоки с каучуковой плантации под названием «Джипитир» в Индонезии. Пробыв под водой около ста лет, блоки ничуть не испортились, а со временем некоторых из них начала вымывать на разные пляжи Европы. Молодец, Трейси. Лего Представьте, вы приходите на пляж, раскладываете вещи, озираетесь и видите, что неподалеку от вас, на берегу, лежит гигантская фигурка Лего-человечка. Согласитесь, находка очень странная. Как тут мог оказаться этот пластмассовый человечек? Любопытно, что таким вопросом задаются многие люди, которые то и дело обнаруживают эту фигурку на разных пляжах по всему миру. На самом деле это не какой-нибудь мусор, который прибило к берегу, а своеобразный маркетинговый ход. Гигантский Лего-человек – это так называемый Эго-Леонард. Его рост составляет 2,5 метра, и его находят в разных местах – от Японии и США до Великобритании и Нидерландов. На фигурке имеется надпись «Я такой же ненастоящий, как ты». На самом деле Эго-Леонард – это псевдоним современного голландского скульптора, в честь которого и была названа фигурка. Сама же фигурка является маркетинговым трюком, который подогревает интерес к выставкам скульптора. Интересный пиар-ход, правда? Бомба Находиться в воде достаточно опасно, ведь даже в том случае, если ты отлично плаваешь, что-то всегда может пойти не так. Но пляж-то безопасен, верно? Ну что может произойти на берегу моря? Утонуть там невозможно, акулы и ядовитые рыбы не нападут, и так в чем же опасность? А в том, что на некоторых пляжах лежат самые настоящие бомбы. В это трудно поверить, но так оно и есть. Несколько лет назад женщина по имени Келли отдыхала со своими детьми на пляже, когда волной на берег вынесла странный предмет, покрытый ракушками. Келли подумала, что это лишь обычный старый буй, который не представляет никакой опасности, поэтому разрешила своим детям поиграть с ним. Малышня играла с ракушками, рассматривая их, и активно трогала загадочный предмет. Лишь через несколько дней Келли узнала, что это был никакой не буй, а самая настоящая бомба времен Второй мировой войны. Она много лет лежала на дне океана, пока ее не вымыло на берег. К счастью, ни Келли с детьми, ни другие отдыхающие не пострадали. Саперы увезли бомбу с пляжа и уничтожили ее контролируемым взрывом. Труба. Как я уже говорил, бутылок на пляже достаточно много, так что сложно зацепить взглядом ту самую, которая может представлять какую-то ценность или иметь необычную историю. А вот не заметить гигантские трубы, выброшенные на берег, невозможно. Именно такую странную находку обнаружили несколько лет назад местные жители из английского графства Норфолк. Всего на берег было выброшено 4 трубы, а еще 8 оставались плавать в воде неподалеку. Размеры труб поражают. Их диаметр составил 2 метра, а одна из труб достигала 500 метров в длину. Но что они там делали? Может это очередная инсталляция или маркетинговый ход от какого-нибудь творческого человека? Нет, все намного проще. Как оказалось, трубы были произведены в Норвегии и буксировались в Алжир, но во время транспортировки вмешался человеческий фактор. Часть груза попала в море, а затем его прибило волнами к берегам Англии. Впоследствии сбежавшие с судна трубы отбуксировали обратно в Норвегию. А на этом все. Напишите в комментариях, какая из этих необычных пляжных находок удивила вас больше всего. Спасибо вам большое за просмотр.